Итак, всем привет, уважаемые зрители канала Амаркет. Сегодня среда и с вами Александр Котин. Я расскажу о финансовых рынках с точки зрения волновой теории Эллиота и теории Хаоса. Спасибо за ваши вопросы, которые вы оставляете в комментариях. Я постараюсь на все вопросы сегодня ответить, прямо зачитывая их из комментариев под моим прошлым видео. Итак, давайте начнем с компании Advanced Auto Parts. Рассмотрим график, так как его я не нашел в терминале, будем смотреть в TradingView. Так, что мы видим на глобальном таймфрейме? То есть здесь мы явно видим первую, вторую, третью, четвертую. И вот идет развитие пятой волны. Мы не видели здесь с вами каких-то сложных коррекций, поэтому, скорее всего, в данном случае, я считаю, что это обычная простая коррекция, после которой идет развитие уже следующей волны вверх, вероятной к обновлению предыдущего максимума. Поэтому давайте посмотрим недельный график, как уже здесь выглядит текущая волна. Ну и очень похоже на то, что это первая, вторая. То есть, вот обратите внимание на эту дивергенцию. То есть, 1, 2, 3, 4, 5 внутри ABC паттерна, то есть коррекция всей волны и пошли в новое движение. То есть, я считаю, что здесь очень вероятны дальнейшие покупки. Не исключено, что вот в этой области был сигнал на покупку, если в виде дивергентного бара. Если не на деле, то на 4 часах. Вот мы его здесь прекрасно видим с очень коротким стопом. И, соответственно, движение идет вверх. Tesla, если брать месячный график, выглядит очень неплохо. 1, 2, 3, 4, 5. И вот коррекция. Тут был, опять же, бар с верхним закрытием, прямо на месячном графике, с которого развивается новый импульс. Но, так как здесь мы видели достаточно сложные коррекции в предыдущей коррекционной волне, то не исключено, что текущая волна вверх, это может оказаться А, В. А может и нет. То есть, она имеет, в принципе, импульсный характер. Поэтому, надо обращать внимание уже на то, что мы видим на недельном графике. То есть, 1, 2, 3. То есть, вот, опять же, был бар с верхним закрытием, с достаточным удалением от линии баланса. И вот здесь хорошо видно. На дневном, опять же, у нас получается 1, 2, 3. Вот, вероятно, развитие какой-то четвертой волны А, В, С. Я думаю, что отсюда можно будет снова покупать. Ну, либо идет удлинение вот в этой третьей волне. Если выбрать Бенков Америка и, соответственно, обращать внимание здесь на месячный график, то, опять же, здесь очень хорошо прослеживается. Третья волна, четвертая волна, пятая волна, вероятно, в первой волне это вторая. Вторая по времени и цене может идти достаточно быстро и корректировать, соответственно, первую на практически 100%. То есть, это вот 1, это 2, и вот идем, вероятно, в какую-то третью волну. Причем характер рынка, он сохраняется. То есть, обратите внимание, вот на эту часть и вот на эту часть, как ведет себя цена. Она практически точно так же ведет себя в текущем движении. То есть, у нее есть достаточно серьезные откаты, есть вылеты. То есть, характер этого рынка не поменялся. Здесь можно сказать, что торгуют одни и те же трейдеры. Дальше мы обращаем внимание на что? На дневной график, на то, что основная тенденция, она здесь как была восходящая, так и остается. Но дневной график не особо читаемый, поэтому лучше вернуться на неделю. И оценить то, что здесь было. Ну, либо, да, мы были на месяц, а сейчас вот неделя. То есть, тут хорошо видно 1, 2, видите, вторая почти под 100%. Ходят здесь четкий ABC паттерн, видно. Дальше идет следующий импульс, уже его видно хорошо. Он опять корректируется. И дальше 1, 2, 3, 4, 5. Мы видим между третьей и пятой волнами дивергенцию на О. И дальше уже получается, что это первая, это вторая, это третья, это четвертая. И вот идет пятая. То есть, это вот часть какого-то импульса. То, что мы здесь видим. Вот, 1. Вот, соответственно, 2. Я надеюсь, это видно. И вот тут получается 3. Поэтому за всем этим нужно достаточно пристально наблюдать, что здесь будет дальше происходить. И вообще здесь вот были точки входа на покупку. Но это, конечно же, недельный график. А на деле нам стоит открыть только вот эту часть. Вот эту часть. То есть, тут 1, опять же 2, опять же 1, 2, 3. То есть, вот тут были коррекции покупки. Причем я обратил внимание на то, что на фондовом рынке можно брать те бары, которые практически бьются в одну точку. То есть, с первого не надо заходить ни в коем случае. Нужно дожидаться еще одного, скажем так, удара в одну и ту же точку. То есть, это практически везде прослеживается, где будут формироваться вот такие вот сигналы и так далее. Если здесь не было, допустим, верхнего закрытия, то можно перейти на меньший таймфрейм. И здесь можно было увидеть точку входа. Вот так. Что у нас там дальше? AT&T. Также смотрим на месячный график, чтобы увидеть большую картину. И, соответственно, видим, скорее всего, это была первая, вторая, либо это все вторая волна, потому что, обратите внимание, как цена здесь постоянно пересекает линии баланса. это очень походит на A и B. То есть, обычно таким образом формируется волна B. То есть, если предположить, что это была какая-то первая волна, а вот эта может быть достаточно сложная, вторая, ну, имеется в виду со сложной B, и волны C здесь еще в этой второй волне просто-напросто не было, то в этом случае торговля здесь будет затруднена непосредственно вот этим диапазоном. Но здесь можно торговать по принципу торговли коррекционных волн, потому что в данных методах есть принципы торговли непосредственно трендового рынка и есть принципы торговли коррекционного рынка. Коррекционный рынок от трендового можно отличить всего лишь по характеру движения цены. Это, допустим, евро-доллар текущий, например, у которого коррекционный характер движения, но мы к этому еще вернемся. И несмотря на то, что в глобальном масштабе, в недельном он трендовый, но торгуется он по коррекционному типу. То есть в данном случае я бы обратил внимание на подъем, где тут практически можно сказать, что не было дивергенции, хотя небольшая есть, но надо обратить внимание на то, что в принципе все эти движения, практически все на недельном графике заканчиваются дивергенциями. Поэтому здесь сложность торговли, она заключается в том, что в настоящий текущий момент времени рынок находится вот в этой сложной коррекционной волне B на месячном графике. Но это не мешает увидеть точки входа, допустим, на дневном таймфрейме. Например, вот такие вот. Главное понимать, куда движется импульс старшего интервала, то есть недельного графика. Вот такие вот, видите, они же опять в одну точку бьются, и соответственно можно заходить, стоп ставить за последний минимум, и соответственно идти по тренду. Несмотря на эту дивергенцию, понимая, что в недельном графике там только одна дивергенция была. То есть возможно обновление вот этого максимума, там уже надо смотреть, во что это все выльется. Что дальше? Ну, вопросов вы задаете очень много. Я не всегда буду успевать на все вопросы ответить. Сегодня постараюсь ответить на все. Вот вы даже спрашиваете меня про ETF. ETF тоже хорошо поддаются анализу. Вообще с помощью этих методов можно анализировать любой рынок, это не важно. Третья волна, четвертая, видно, что идет пятая. Пятая, по всей видимости, не завершилась. Обратите внимание на параллельный рынок, то есть линии баланса идут параллельно, и скорее всего тут просто идет удлинение пятой волны. На недельном графике, соответственно, что мы будем видеть в текущий момент. Здесь будет казаться, что тут дивергенция, но ООО растет на самом деле. Это еще не дивергенция. Тут не надо торопиться. Вот движение один, два, три, три. Вот видите, только первый дивер появился. То есть четыре. Я считаю, что еще обновление максимума. Тут можно быть спокойно. Но по этим инструментам я коротко пробегусь. Не будем на них сильно заострять внимание. Месячный график. Очень хорошо, что вы задаете вопросы, но их стало достаточно много. Четыре, пять. И вот видите, это какая-то первая волна была. Сейчас идет вторая. Вторая может корректировать первую хоть под 100%. Поэтому вот зона четвертой волны, вот зона второй волны, куда, соответственно, стремится коррекционное движение. И обратите внимание на то, как и поменялся характер рынка вот в этом участке. То есть, если я его даже приближусь сейчас, вы увидите, что это явный коррекционный рынок. То есть, не такой трендовый, как был здесь, вот в третьей волне. В пятой волне понятно, что цена ближе уже идет к линиям баланса. А здесь явный коррекционный рынок. По всей вероятности, это какая-то волна А только здесь развивается. То есть, в ней первая, вторая, третья. Это еще ни в коем случае не дивергенция тут нарастает, а о, поэтому надо смотреть. Вот за этими предыдущими минимумами. И вот один, два, три там что-то. Вот волна А развивается здесь. И последний вопрос. И перейдем к тому, что у нас запланировано. То есть, к нашим валютным инструментам. Итак, в данном случае, что мы видим? Здесь вот есть дивер. Обратите на это внимание. Это, я не посмотрел, что это за инструмент. Во всяком случае, для меня это не важно. Я могу анализировать любой рынок. Три, четыре. Что четыре падает сюда, это нормально. Два. И, вероятно, пять. Так как мы видим, что здесь движения заканчиваются без дивергенции, это говорит о том, что это таков характер этого рынка. То есть, здесь не надо было ожидать никаких диверов. И не надо ожидать никакого нового подъема, я считаю. Тут надо просто обратить внимание уже на недельный график. И на то, что идет вниз. Дивергенция, она будет. Она будет только вот здесь. Вот очень такая коротенькая. Это означает, что это все третья волна. Она четвертая, и вот тут короткая пятая. Вот так это интерпретируется. Но это я знаю только лишь потому, что проходил персональный коучинг у Джастин Вильямс, у дочери Билла Вильямса. То есть, один, два. И вот развитие третьей волны. То есть, я думаю, что вполне мы можем корректировать сейчас все то, что у нас могло завершиться вот в месячном графике. То есть, может пойти и достаточно серьезная коррекция. И стоит обратить внимание на, опять же, то, что на недельном графике параллельный рынок. Стоит обратить внимание на дневной график, где появляется дивергенция. Но это не тот масштаб, где вы увидите формирование этой волны. Потому что у нас максимальная О всегда в третьей волне. И вот она максимальная и будет вот в этой волне, но на недельном таймфрейме. Это нормальное явление. Потому что как бы подсобирается движение потихоньку. Оно накапливается в недельном интервале. И вот она максимальная движущая сила. Поэтому здесь сформируется импульсная волна. Это, вероятно, будет какая-нибудь волна А. Ну и, соответственно, здесь покупать я не советую. Потому что, если вы здесь вот будете покупать, вы зайдете в коррекционный импульс. Ну, либо, если вы понимаете, как торговать коррекционные рынки, соответственно, вы заходите, но не ожидаете какого-то там движения вверх и так далее. Раз мы на недельном графике и на месяце видим, что там произошел разворот. На этом с акциями все. Поехали, пообщаемся по валютному рынку. Итак, на евро-долларе, обратите внимание на этот максимум. Это не первая волна вверх, потому что тенденция у нас основная, она вниз. И она не завершилась. Поэтому, когда вы мне в комментариях предлагаете, что вот это могла быть там первая волна вверх, нет. По той же простой причине, что у нас в направлении основного тренда есть один, два, три, четыре, пять, четкий пятилолновой паттерн. Поэтому в данном случае при обновлении вот этого максимума, я считаю, что здесь могут прийти дальнейшие продажи. То есть один, два и там так далее, три. Вот. А тут еще не сформировался ABC паттерн для того, чтобы продавать. Поэтому, несмотря на то, что тут линии баланса разворачиваются вверх, но вы же понимаете, что нужно обращать внимание на непосредственно характер рынка, где, соответственно, в любой такой коррекции будут линии баланса разворачиваться. Это ровным счетом ни о чем не говорит. Вы должны видеть паттерн рынка и то, как он себя вел. То есть его характер. А характер этого рынка, он хоть и трендовый на старшем таймфрейме, он коррекционный по своему характеру на дневном. То есть он по типу коррекционного рынка торгуется. Поэтому в данном случае я бы стал здесь рассматривать только продажи непосредственно в направлении основной тенденции. Хотя бы потому, что в последнем движении, вот в этом, тут нет дивера. Видите, дивергенции нет. Она есть вот здесь. Да, согласен. А вот тут ее нет. Вот в этом последнем движении. То есть это 1, 2, по всей вероятности 3, 4, 5. Как-то вот так вот мы еще можем выстроиться. А так как в данном случае это 1, 2, 3, 4, 5, и это какая-то первая волна вверх под вопросом, пока мы не проторговали вот этот минимум, то вторая ее может корректировать под 100%. Поэтому я считаю, что удивляться тут нечему. Такие вот структуры, они быстро не заканчиваются. А вот на фунте у нас завершилось, скорее всего, вот видите, 2 бара в одной точке. 1, 2, 3, 4, 5. Была сложная 4-я волна, 5-я волна. И идем корректировать весь тот импульс. Это какая-то скорее либо первая, либо волна А вверх. Пока мы этого не знаем. Ну, это не принципиально. Нам достаточно того, что здесь были серьезные бары, которые говорят о завершении. То есть рынок здесь поставил жирную точку, и скорее всего, нас ждет какая-то коррекционная волна. По всей видимости, вот минимум 38,2 для коррекции. Опять же, зависит это от того, насколько стремительный рынок. Он может и не приходить в 38,2, если он будет достаточно стремительным. Это тоже нужно посмотреть и обратить внимание на непосредственно характер движения цены. В отличие от евро-доллара, фунт, он ходит совершенно по-другому. Обратите на это внимание. У него хорошие трендовые движения. Франк, как видите, скорее всего, волна B. Добиваем мы вот эти минимумы. Здесь формируется диапазон. По всей видимости, отсюда придут покупки. Но после завершения этой локальной волны, на мой взгляд, мы просто еще не закончены. То есть, видите, в часовике у нас нет дивергенции для того, чтобы здесь покупать. Поэтому здесь пока ничего не советую делать, пока движение не закончится. По иене, видите, линии баланса развернуты вниз. Если мы с вами говорили о том, что в данном случае у нас 1, 2, 3, 4, 5. Это А, это B, которая улетела за максимум. И развитие волны C идет. Вот, скорее всего, вот эта волна C, она тут просто еще не закончена. Это в ней первая только. Так вот, обратите внимание на часовик. На часовик. И вот тут был сигнал покупки, который я взял. Но я понимаю, что зашел я в коррекционную волну. И в данном случае вот это формирование коррекции вот этого импульса. 1, 2, 3, 4, 5. Вот. То есть, вот он корректируется. Это 1, 2, 3, 4, 5. При появлении здесь вот дивергенции в часовике и сигналов на продажу, где-то в районе вот этого максимума предыдущего, я думаю, что здесь надо будет просто продавать. Австралийский доллар у меня сработала отложка на покупку. Опять же, по причине того, что здесь развернулись линии баланса. Но пока я не говорю о смене тенденции по причине того, что вот текущая структура вниз, точнее предыдущая структура вниз, она очень походит на импульсную волну. А это, соответственно, на А, Б и С. То есть, текущее движение на А, Б и С. Поэтому где-то в районе вот этих максимумов, так же, как и по евро, могут снова прийти продажи. За этим просто надо наблюдать. Новозеландский доллар. Считаю, что в недельном графике у нас просто вот 1, 2, 3, 4, 5 волны еще не было. Это может быть вполне очередная коррекция, а не смена тренда. В данном случае не исключено, что на 4 часах то, что мы видим, является ничем иным, как 1, 2, 3, 4, 5 волной А, волной Б, волной С, в которой 1, 2, 3, 4, 5 еще не было. После добоя максимумов, я думаю, что здесь могут просто прийти продажи. Таким образом, на мой взгляд, это может выглядеть. Канадский доллар, соответственно, он до сих пор находится в этом диапазоне. Не исключено, что можем прийти к его нижней границе. Такие рынки мне мало интересны, поэтому я на них особо не обращаю внимания. По золоту, опять же, пока мы не добили вот эти минимумы, я не буду рассматривать никакие покупки. Конечно, редко бывают такие вот четвертые волны, если говорить про 1, 2, 3, 4, 5, но иногда это случается. Поэтому после только добоя минимумов, я буду рассматривать какие-то более-менее среднесрочные покупки в рамках 1, 2, 3, 4, 5 волны. Серебро то же самое, только здесь минимум добитый, соответственно, на 4-часовом графике нет завершения. Только последней вот этой волны 1, 2, 3, 4, 5 не хватает. После этого добоя, я думаю, что отсюда можно будет покупать. С коротким стопом, естественно, по нефти формируется, опять же, вот эта сложная коррекция. А, это все Б, а не К, и С еще вниз, соответственно, не было. И в 4-часовом графике вот это все у нас было А, Б, 1, 2, 3, 4, а пятой волны, волны С еще не было. Я думаю, что после формирования здесь коррекции можно будет локально зайти в покупку где-нибудь примерно, приблизительно с часовика или там 2-х часов S&P. Идет дальше по тренду. Были точки входа вот здесь на покупку, была точка входа на покупку здесь, была точка входа на покупку здесь, вот здесь на часовом графике. Соответственно, это либо 1, 2, 3, 4, и 5, либо 1, 2, и там развитие третьей волны может пойти. И я думаю, что на дневном графике после обновления вот этих максимумов уже надо будет смотреть за тем, что здесь завершилось. Тут вполне может закончиться вот эта волна 1, 2, 3, 4, 5. Потому что до этого была А, Б, С. На S&P очень часто волна С не добивает минимум волны А. Это видно по историческим графикам, если вы на них внимательно посмотрите. Я не буду на этом останавливаться. По биткоину я считаю, что это А, Б и С. В этой С только первая вниз, формируется вторая. Вторая, соответственно, ее надо смотреть вот таким образом. Вот волна А, 1, 2, 3, 4, 5. Это волна Б. Волна Б по всей вероятности просто какая-то сложная коррекция. Волны С тут еще не было. При ее появлении, я думаю, что только так можно будет отсюда рассматривать продажи. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. Опять же, если будут вопросы, пишите их в комментарии под видео. Я постараюсь на все ваши вопросы в следующем видео ответить. Даже если их будет достаточно много, я постараюсь сделать это очень коротко. И еще одно объявление. Завтра, это будет четверг, 12 декабря, в 19 часов по московскому времени, я проведу мастер-класс. Он будет, естественно, закрытый. И на него можно записаться. Для этого перейдите на мой канал в раздел «Сообщество». И там есть ссылка для входа в вебинарную комнату. Где при условии, что вы оставите имя и имейл, на который потом можно, кстати, получить запись, вы сможете принять участие. Ну и также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Скоро там будет очень много всего интересного. С вами был Александр Котин. Успехов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok